Само сегодня в усьом свете означают международный день светлофора. Ему выполняется 99 лет. И хотя зону современные светлофоры отрезаются от первых устройств, функции их остаются неизменными. Здесь рождаются светлофоры. На этом предприятии из многочисленных деталей, металла и пластика, появляются эти трехцветные устройства, без которых нашу жизнь представить уже сложно. Вот сборщик Олег Николаевич демонстрирует то, с чем работал относительно недавно, 6 лет назад. Лампочка вот сюда вот вкручиваясь, самая обычная лампочка, 100-ваттная. И это уже раритет, говорит мастер. Прячет детали назад в ящик и гордо добавляет. Никакие лампочки не сравнятся со светодиодами. Световые диоды, светодиоды так называемые. Вот они, видите, их раз, два, три. Вот это вот, вот эти три маленькие светодиода создают такое яркое освещение. За минувший век технологии шагнули далеко вперед. Изобретатели со всего мира предлагают то изменить очертание устройства, то разнообразить его по цветам. Но основные характеристики светофора вот уже столетия остаются неизменными. Три круга трех цветов. Кстати, желтый в светофорную палитру добавили последним. Когда в Нью-Йорке 5 августа 1914 года появился первый светофор, он имел только два фонаря, красный и зеленый. С Америки светофор и начал свое триумфальное шествие по миру. В 30-м году прошлого века этот аппарат пришел в Россию. Сначала в Ленинград, а затем и в Москву. Кстати, в России появились даже памятники электронному регулировщику. Этот в Новосибирске. Не забыли и о постовом, бок о бок работающем со светофором. А этот в Пензе. Здесь выросло целое светофорное дерево. А в Украине пальму первенства получил Харьков. Именно здесь в 1936 году впервые установили светофор. И все же на земле существуют дороги, где светофор еще не прижился. Это Индия. Как видите, транспорта уйма. Светофора ни одного. В Афганистане то же самое. А это уже нидерландский город Драхтен. В 90-х он буквально содрогался от аварий. Тогда местные власти решились на эксперимент. И полностью отказались от светофоров. В результате за 13 лет всего одно ДТП. Но на такие эксперименты решаются далеко не все. К тому же участников дорожного движения с каждым днем становится все больше. А это значит, что и популярности светофора пока что ничего не грозит.